С одной стороны, взять очко у лидера, да, это хорошо на выезде. Факел очень сбалансированная, хорошая команда, умеющая играть в футбол. Но мы целый тайм практически играли в большинстве, поэтому и плюс не забили пенальти, поэтому, конечно, целым результатом не очень удовлетворены. Но, знаете, как мы должны были забить пенальти и довести дело до конца, но если мы не можем разыграть лишнего, в этом, наверное, все-таки тренер виноват. Поэтому я с себя не то что не снимаю, вот это вот ничья, все-таки, наверное, на моей совести. Мы много работаем, много говорим, но у нас пока не всегда получается играть так, как мы хотим этого. Мы и в первом тайме перестроились, и во втором несколько раз перестраивались. У нас определенные проблемы с крайними защитниками, поэтому центральный защитник играл с фланг, и поэтому у него ноги сводило. Ну, разные моменты, разные моменты. И я считаю, мы, если говорить про тактику, тактически правильно играли, правильно встречали, правильно оборонялись, правильно контратаковали. Ну, и моменты создавали во втором тайме, и безденежных бил, и пенальти там не дали на Олейникове. Поэтому результатом, еще раз говорю, с одной стороны очко, с другой стороны я лично недоволен, так же, так, как и команда. Но я тренер, поэтому я факел очень хорошо знаю. Некоторые футболисты и играли у меня, и вообще мы изучаем команды, поэтому какую-то такую информацию от футболистов мы очень-очень-очень редко там спрашиваем. Да, поэтому то, что Кулишев сегодня играл тайм, мы его поменяли, это из тактических соображений. В целом, то он первый тайм, как сказать, ну, достойно провел, да, но, не знаю, у него после последних там два, в 20-ти лишнем году какой-то простой засуха голевая, и не может он себя найти, и надеюсь, что в нашей команде он себя по-настоящему еще раз раскроет. Хороший футболист, он в данный момент играет ниже своих возможностей, а возможности у него большие. Еще раз говорю, очень расстроенный, потому что мы 40 минут играли в большинстве, да, и не могли правильно распорядиться мячом. Если бы это еще было на нашей половине поля, возможно, я бы подсказал, да, но так как это далеко от скамейки, не мог там докричаться, договориться, но в любом случае профессиональная команда, играющая в ФНЛ, должна все это знать, должна уметь, мы все это проходили, мы все это разбирали, говорили, но разочарованы, разочарованы, и плюс удаление Сидорова непонятное, в каком плане непонятно, не должен был так фалить, ну а две желтые марки на это вообще разгильдяйство. Ну, как бы что говорить про судейство, судейство как судейство, надо говорить про футбол, да, и хочется сказать огромное спасибо и болельщикам, да, потому что очень много зрителей дали свою команду вперед, и нам приятно играть. Поле зеленое, да, но не очень хорошего качества, возможно, это еще помешало играть и нам, и Факелов, более качественное футбол, постоянно мяч подпрыгивал, но тем не менее, бойцовские качества, характер показали обе команды, я думаю, что футбол понравился зрителям.